Нет, не звезд, но хотя бы хоть что-нибудь, чтобы было видно. Мы сидим посреди саванны, темнота, вдвоем. Фиг знает, как далеко ушли, ушли очень долго. Вот, мы шли где-то час, так что километров 6-5, по крайней мере, протопли. Час только? А, мы ехали долго. О, звездочка упала. Большая? Да, я себе уже заказал, естественно, клевые находки. Я не говорю только ничего, да? Не скажу, какую находки заказал. Небо безумно красивое, совершенно чистое. 6 километров от ближайшей деревни с голыми негритятами. Это недалеко. С ползающей, ползающей вокруг нас эфами. Вряд ли они будут прямо в меня заползать, верно? Ну, этот уже с ними жил, Остин Стивенс. А он их и сыпал к себе. Он не с эфами жил. Да, он со всеми, кроме эф. Скука. С кубрами проще. Хотя, кубр, правда ли? Я думаю, что эфы, они довольно оседлые твари. И они... Поправят меня, если не ошибаюсь. Вообще, они не склонны ползать очень далеко. А еще ее вползают от своих... Тебя поправит Леонид в комментариях. Жестко. Посмертно. Да, Леонид у нас специалист по эф. О, где пучка. Мышка. Ну, мы видели сальпугу, видели лягушку-водонос, эф. Да хуя вообще. У нас смотрели где-то. Да, и наутро планируем найти, соответственно, еще много чего. Ну, и назад вернуться бы. Назад хорошо бы вернуться. Да, потому что в обратную сторону деревни есть какое-то озеро. богополучное, где часто устраивают животные водопой. Может, даже каких-нибудь зверюшек оригинальных найдем. Пока мы находим только белок и землеков кого еще. Летучих мышек разных, то сидящих, то летающих. Кстати, вы видели невероятной красоты ушана. Но это еще на первом нашем месте. Да, это было побережье. Золотой, ярко-желто-золотистый. И безумных громадных размеров. Да, и днем. Причем мы просто проходили мимо мангрового куста, и оттуда вылетел днем ушан. Ну, размеры не меньше, чем у низкого крыва. То есть не чуть меньше, но... Ну, по полметра, да, в размере, наверное. Громадные. Я не ожидал, что такие существуют. Да, очень крупные. И уши. А главное, днем. И все это было видно очень хорошо. Два раза видели. Одного, да, и второго. Ну, конечно, в фото где шансов было. Африка, конечно, для герпинга, для бёрд-вотчинга, для прочих таких, знаете, безумно крута. Но... Ганна, да. Но не для туризма. Ну, да, поедете сюда заранее, как бы, будьте готовы к тому, что местные жители вас будут очень бесить, злить. И, конечно, в общем, надо, да, как-то... Нормальной еды здесь нет, ресторанов здесь нет, интернета здесь нет, отели здесь фиговые и редкие, море здесь мутное, то есть океан, и очень-очень неспокойные. Хотя, в общем, купаться можно, да? Да, купаться можно, тепло, и вечная жара, дикая жара, то есть днем дико жарко, ночью просто жарко. Угу. И кондиционеров нигде нет, в общем, нет, туристам нафиг это не нужно, на самом деле, куда более комфортные места. Тем более, что это не такие уже дешевые билеты, на самом деле, за эти деньги можно на Бали смотать или куда-нибудь еще. Угу. Для Китая вся туристическая инфраструктура работает гораздо лучше. Да, а не песок, жопу песком выжигать. В общем, вот, ну, ладно, мы еще отдохнем, мы, не знаю, что-нибудь поделаем. Спасибо за внимание. Пока. Погуляем, в смысле. Пока.